Приветствую друзья. Наушники Mayor Audio с непроизносимым названием CK LVX стали, пожалуй, наиболее ярким открытием текущего года. Начали они с относительно бюджетных решений и планомерно двигаются в сторону топов. Сегодня мы поговорим о их очередной новинке D62. Где 6 – это число арматурных излучателей, а два – динамических. Естественно, это снова хит на просто идеально настроенной АЧХ. О них и говорим. Поехали. Коробка здесь довольно-таки скромная, но с графиком на боковой части. И поверьте, им можно гордиться. В комплекте шла макулатура, стильный плотный бокс из кожзаменителя, пенки и два набора простеньких силиконовых амбушюр. Кабель тоже неплох. Он толстый и витой, со сменными штекерами сразу на 3,5 и 4,4 мм и анатомически скрученными заушинами. Аппаратура показала всего 0,09 Ом на каждый из жил, что очень достойно. Чашечки выполнены из дерева и гипоаллергенной смолы. Звуковод у них металлический, сзади – отверстие для компенсации. Ну и абсолютно уникальный узор на внешней части. Тут постаралась природа, поэтому не придраться. Сидят они удобно, тактильно – это просто экстаз, да и по габаритам они примерно средних размеров. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас стандартный по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике достигающие 0,9%, что аккуратненько укладывается в норму. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете изучить самостоятельно. По АЧХ же низкие частоты при подняты на 10 дБ с мягким заходом на середину. Чуть более выраженная область разборчивости. Пик имитации ушной раковины. Еще один на псевдодетализации. И максимально протяженные высокие частоты. Как видим, младшая версия была помягче на верхах, как и флагманские Yanyin Moonlight. А вот к T-Audio Hype 4 они подошли буквально вплотную. То есть, как и в случае D41 здесь просто топового уровня настройка. Для начала проясню по поводу кабеля. Все тестирование я проводил с небезызвестной моделью Kenera Ace 2.0 и как вы понимаете неспроста. Характер у D62, это же было и в D41, имеет уклон в музыкальность, настроение и вовлеченность в материал. Слушать их одно удовольствие. Но по сравнению с, например, Tenzoneza или Ziegat Estrella, они скорее по аналогу мягкие, чем прозрачные, четкие или имеющие уклон в разрешение. Так вот, именно эту часть, я так думаю, попытались откорректировать при помощи кабеля. Да, техничность слегка подросла, подчеркнулась динамика, но с ними мы потеряли в выразительности и той самой мелодики. Решать, конечно, вам, однако мне больше нравится их слушать со сторонним кабелем. Понятно, что это разговоры о оттенках, однако здесь они весьма различимы. На слух они ровненькие, выразительные, очень музыкальные, я бы даже сказал вовлекающие, с неплохой прорисовкой нюансов, акустически оправданной массой, тембральной глубиной и насыщенностью и просто великолепной артикуляцией. Сравнил ее на чисто арматурных Tenzoneza и герои нашего обзора им практически не уступали. Да и по мелодичности и погружению в материал у них как минимум паритет. Оркестр и все мультиинструментальное звучат в них просто восхитительно. Шикарное разнесение планов, точность в построении образов, ощущение сцены многоголосий и максимально естественная, прямо-таки живая презентация каждого из инструментов, вне зависимости, где именно он расположен. Для своей цены это, друзья, просто гениально. Бас тут глубокий, качающий, с довольно неплохими характеристиками и приятной тактильной отдачей. Серединка масштабная, по аналоговому музыкальная, с очень неплохой выразительностью и прямо-таки подчеркнутой эмоциональной частью. Верха тоже просто выше всяких похвал. Такие можно было бы услышать в моделях за 400 или даже за 600 долларов. С телесностью, грамотно выверенным количеством воздуха, без перешар по яркости и агрессии, но с легкой искристостью, голографичностью и ощущением грандиозности всего происходящего. Даже тарелочки, которые обычно идут фоном и формируют перкуссионный рисунок, здесь по-настоящему хочется слушать. Что уж говорить о насыщении вокала и различных среднечастотных инструментов. Еще раз повторю. Звучат D62 предельно сбалансировано и гармонично. В них реально прослеживается идея и смысл каких-то даже сверх сложных академических произведений. Не говоря уже о рок-музыке, разноплановой электронике, металле или чем-то акустическом. Отдельно отмечу и ту самую изысканность в передаче текстур, которой лично мне очень не хватило в Mondrop Cadence. Так что у нас заметно более дорогое и акустически правильное решение. Они прекрасно рисуют вокал, заполняют пространство, подчеркивают эмоции и так сказать погружают нас в мир тех самых мелодических вибраций. Причем какого-то усиления, как в случае планаров, им не требуется. Разрешение примерно такое же, а возможностей, особенно в плане глубины и тембрального объема, гораздо больше. В своей цене это, если не лучшие, то одни из лучших наушников на рынке. Советую присмотреться. Итогом наушники CK LVX D62 от Mayor Audio выглядят просто огонь. Лучшей природы никто еще узоров, друзья, не придумал. Посадка удобная, искажения минимальные, спорный на мой взгляд кабель и просто флагманского уровня настройка АЧХ. В этом они большие молодцы. Звучит модель масштабно, очень выразительно, с неплохой прорисовкой текстур, чуть ли не гениальной мелодикой, топового уровня артикуляции и максимально возможным вовлечением в материал. Да, они чуток не дотягивают до верхнего эшелона, но в своем сегменте равных им практически нет. Вокал, оркестровую музыку, электронику и даже все предельно агрессивное они подают с той самой изысканностью в живой, абсолютно непринужденной атмосфере. Я получил огромное удовольствие, но, как уже упомянул, только с кабелем от Кенера. Однозначно рекомендую прекрасные наушники. А у меня на этом все. Это была модель CKLVX-D62. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. На них обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра! Субтитры создавал DimaTorzok